Примерная схема занятий. Молитва за занятия и подготовка за полтора-два часа. Радушная встреча. Уделить каждому внимание. Пока чем-то развлечь или включить клипы. Расспросить о чем-то. Пью чай и слушают, либо рассказывающего тему, либо видеоурок. Предварительно договариваются слушать молча, внимательно, не отвлекаясь. Также за чаем делится, что запомнилось и что понравилось. Все по очереди. Если кто-то никак не хочет, то пропустить, не давить. Игры на знакомство и другое. Рассказы истории по очереди. Не затягивать. Заканчивать вовремя. Так как могут быть люди, которые постесняются сказать, что им пора идти. И они могут просто перестать приходить. Говорите, что договорим. Продолжим с этого места потом. Разбирайте, что и как можно сделать лучше. Не допускайте доминирования. Это касается дискуссии после темы. Пусть высказываются все понемногу. Чтобы один человек не говорил долго. Ни мы сами, ни ученики, ни христианские гости. Можно просить человека сотрудничать. Объяснить наедине, что нужно. Чтобы выслушали всех. Можно деликатно прервать. Извиниться и спросить, что думает следующий человек. Стараться поменьше высказываться самому. А расспрашивать. Но если говорим, то не увлекаться. Дозревших людей. Мотивировать и вводить в новое обучение. Наставничество. Библейскую школу. Духовную семинарию. И так далее. Делайте поощряющие. Обучающие подарки. Новые заветы. Библии. Книги. Фильмы. Музыку. Проповеди. И так далее. Регулярное повторение материалов для подготовки во много раз повысит эффективность. Этот пункт многими пренебрегается. Это главная причина неэффективности таких курсов. Необходимо служителям минимум перед курсом и после курса собираться и проходить подготовку служителей для планирования, корректировки, разбора ошибок и обсуждения, что можно сделать лучше. Иакова 1.25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи неслушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. В любой сфере, бизнес, служение и так далее, люди, добившиеся большого успеха, на 40 раз вникали в такие инструкции. Полезно изучать подобные материалы, например, по Альфе и так далее. После слове о желающем пробуждения. Друзья, если вы всерьез желаете двигаться за Господом в пробуждение, входите в Телеграм и ВКонтакте в группы движения Армии Пробуждения, Ковчег Пробуждения. Подписывайтесь на YouTube-канал Голос Глобального Пробуждения и на все рекомендуемые там каналы. Они все пробужденческие. Скачивайте и изучайте бесплатно, загуглив учебник глобального пробуждения, концентрат ключей пробуждения и коды мега пробуждения, все части. Ежедневно питайтесь пробуждением и молитесь за него. Вникайте в ведение ежедневно, применяйте и распространяйте его ответственно, молитвенно, с мудростью и изобретательностью. Начните делать шаги в этом направлении, и Господь превратит вас в раскаленный эпицентр пожаропробуждения, зажигающий всех вокруг и далее, и далее, до полноты глобального пробуждения и далее. Многие уже вкусили это, и приносят Богу обильный плос пробуждения. Бог ищет тех, кто услышит, и пойдет пробуждение до конца. Скажи Иисусу Христу, да, Бог выбирает тех, кто выбирает Его, и пусть Господь обильно вас благословит во всем. Субтитры создавал DimaTorzok